И мне очень повезло, потому что все это мне обошлось в очень маленькую сумму. Что вообще происходит с монитором, алё? Смотрите, он... Что с ним не так? Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Унис, и бро, сразу же, просто, сразу же, переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою сопри-банду. Ведь предудримый сопри-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что, бро, решай, либо быть с нами, либо быть под нами, под всей сопри-бандой. А как видишь, бро, наша банда растёт с каждым днём. Так что, бро, решай. И, бро, в одном из своих видео я рассказал, что после одной адской игры, это была Рип ГТА, я помню тот день, как будто это было вчера, у меня просто потух компьютер, и больше не включался, он просто тупо взял и потух. И после этого на своём ноутбуке, обычном ноутбуке, я проводил стримы и собирал себя на новый компьютер. И я его купил. Это, бро, что-то, типа, видеоотчёта о том, куда я потратил донаты со стрима, которые мне на донатила Супримбанда. Вот сюда. И, бро, спасибо всем, кто донатил, спасибо всем, кто помог мне собрать на это всё. И мне очень повезло, потому что всё это мне обошлось в очень маленькую сумму. Можно сказать, почти даром. Этот компьютер вообще почти ничего не стоил. Но суть в том, что нам чуть-чуть слабые внутренности, и... И это не так уж и плохо, потому что мне хватит для монтажа видео. Так, смотрите, нажимаю кнопку вместе с вами. Если честно, я его первый раз запускаю, и он как-то очень сильно гудит. Я думаю, вам уже слышно это. Так, что ж, я уже слышу, что наш компьютер запустился. Чё? Погодите. Нет. Нет, этого просто не может быть. Что? Я просто в это не верю. У нас здесь есть мой компьютер и браузер Яндекс. И всё в окровавленном свете. Температура компьютера 186 градусов. Что? А! Какого фига? Там реально как будто 186 градусов. Офигеть. Реально жесть, как печёт именно с той стороны. Здесь не так сильно. Здесь есть даже системный мониторинг. Здесь... Ну почему-то оно зависло, ничего не обновляется. И есть часы. Которые... Блин. Часы, которые идут не вперёд, а назад. Против часовой стрелки. И они почему-то повторяются. Они не доходят к кругу. Они... Доходят до определённого момента. До четырёх и останавливаются. Возвращаются назад. Естественно, три часа ночи на таймере. Вместо пуска написано три шестёр. И... Если вы мне не верите, я как бы не шучу. Взгляните сами. Это всё происходит в реальности. Это всё есть на мониторе. Я бы никак не смог это подменить. Потому что компьютер я только что привёз. И сразу решил снять видео. Здесь просто жесть. Как теперь жарко из-за того, что он включенный. Окей. В принципе, здесь всё ясно. Давайте посмотрим, что у нас здесь на вкладке пуск. Часики пропали после того, как мы включили пуск. Окей. У нас в пуске есть. Командная строка. Записки. Игра. Дискорд. Косынка. Новые возможности. Что ещё за новые возможности? Какое вообще? Давайте посмотрим, что означает записки. У нас есть записки. И она немного баганулась. Потому что справа вы сами видите, что... День первый. С компьютером всё хорошо. Он работает, как и должен. Но что-то мешает загружать страницы в игре. Наверное, в той самой игре, которая в пуске. День второй. Сегодня с утра он начал странно гудеть. Я думаю, это всё из-за того, что он дешёвый. Он и сейчас, если честно, очень громко гудит. И я тоже думаю, что это из-за того, что он дешёвый. День третий. Странно, я не могу поменять фонный рисунок. Всё из-за того, что он дешёвый. Как я понял, это в записке предыдущего владельца этого компьютера. Этого всего. Здесь даже клавиатура светится красным светом. Как бы и... Свет не меняется. Мне всё ещё не верится, что... Мне опять так не повезло. День четвёртый. Что случилось? Почему все красные и кровавые? Я везу его в диагностический центр. В этих записках он рассказывает всё, как было постепенно. Всё, что случалось. Первое, что случилось, то то, что он начал очень сильно гудеть. Потом тёмный фон, чёрный, который он не смог никак сменить. И всё стало кровавое. День пятый. Офигеть. В диагностическом центре всё было хорошо, как и обычно. Что вообще происходит? Кеть. То есть, получается, он его отвёз в диагностический центр, где он рассказал свои проблемы. Но когда его включили там, всё было обычно. Не было всего этого. Не было этого шума. День шестой. Всё так сильно изменилось. Мне страшно. Я слышу разные голоса. Что это было за тень? Кажется, я схожу с ума. Либо это настоящая мистика. Вы просто представляете, насколько прошлый хозяин этого компьютера сошёл уже с ума с ним? Что он видел разные тени на шестой день? А что, если мистика реально существует и всё это правда? Нет, стойте. Этого не может быть. Стоп, стоп. День седьмой. Всё с меня хватит. Я его продаю. Я найду того, кто купит его за копейки. Похоже, и есть тот, кто купил его за копейки. Не знаю, радоваться этому или нет. Я не покупал его в каких-то интернет-магазинах. Я купил его прямо с рук чувака. Одного парня. На вид ему было лет двадцать. Но он вёл себя очень странно. Он постоянно мешкался, что-то оглядывался. Если честно, я подумал, что он наркоман, но... После этих записок... Я... Я просто в шоке. Мне просто нету слов. Здесь в пуске есть ещё даже косынка. Давайте посмотрим, что это за игра. Карты красные. Очень интересно. Ты глянь, как реальная косынка. Мы можем реально управлять тут по ней. Ничего себе. Так, ладно. Это мы можем ещё долго играть. Давайте посмотрим, что здесь ещё есть. У нас здесь ещё есть какая-то кладка. Новая возможность. Окей, давайте её откроем. Новая возможность. Интересно, что это... Эм... Почему он залагал? Что вообще происходит? Что вообще происходит с монитором? Алло. Смотрите, он... Что с ним не так? Вы видели это? Вы, блин, это видели? Я просто... Я просто не понимаю, как тот парень... Не смог сойти полностью с ума. Ведь это... Я не знаю. У меня просто шок, ступор. Я не могу слов никаких подобрать. Это, блин, реальный компьютер из ада. И у нас здесь полная история того, как он превратился в этот компьютер. Мне интересно, что там внутри. Но, скорее всего, я её не открою, потому что... Там всё закрыто на болтике. Здесь ещё есть Яндекс.Браузер. Давайте посмотрим, что там. О. Здесь ничего не понятно. Как будто кто-то просто взял и вот так вот сделал по экрану. Всё размазано. Яндекс найдётся всё. И такой кровавый след. Как будто... Что? Кто-то... Я просто не знаю, как это комментировать. Вы сами в эти вглядитесь. Это такая жесть. Эти кровавые пятна. Всё это размазано. Я просто не могу поверить в это. Спустя сколько времени... Опять... Опять это случилось. Телефон, который я выбросил на мусорки. Больше его не могу найти. Ноутбук, который вон где-то валяется. И телевизор. Телевизор, который пропал. Для тех, кто не знает, то не следите за моим инстаграмом. Ссылка в описании. Это так. Я рассказывал в своём инстаграме, что... Я оставил телевизор здесь, на той коробке. И в некоторых видео вы могли его увидеть. Как вы видите, сейчас там нету телевизора. Он пропал. Никого не было дома. Всё было закрыто. Я всего-то ушёл где-то на минут 10 в магазин. Но когда я вернулся, его там не было. И это всё было вместо сториз. Я думаю, некоторые из вас видели те истории. К сожалению, сейчас у меня их нету. Поэтому, если вдруг что-то случится, я... Советую вам подписаться на мой инстаграм. Ссылка в описании. Даже вот, смотрите, в инстаграме есть такая крутая штука, как визитка. Можете навести свой телефон на монитор и просто просканировать. И вам выкинет мой инстаграм-аккаунт. Так что, вот визитка. Он жесть какой-то... Я уверен, что во время того, как я буду монтировать видео, меня просто будет жёстко бесить этот звук его. Просто жёсткий шум. Вы только представьте, всё это из ада. Системный блок, монитор, клавиатура, мышка. Всё это, мать его, из ада. Окей, бро, на этом всё. И, бро, поставил лайк тебе, то всего-то 2 секунды. А мне очень приятно. И если это видео наберёт 10 тысяч лайков, то я попробую постримить с этого компьютера. Я не уверен, что я его очень быстро продам, потому что вряд ли кто-то закончится купить компьютер за такую мелкую цену. Поэтому, бро, давайте на это видео наберём 10 тысяч лайков. И я стримлю на этом компьютере. Посмотрим, что за этого получится. А как вы знаете, бро, я своё слово держу, как это было когда-то с концовкой Грэнни. Я её вам показал. Та самая концовка, которая проходила в реальной жизни. Что ж, бро, поэтому жми на лайк. Тебе тут всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно. И, бро, ты бы уже за это видео нажал на этот лайк. И также, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании. Ведь там уходишь очень страшные истории и фотографии. Но если ты боишься, то, бро, просто, просто бери, пиши мне в директ, и я отвечу именно тебе. Да-да, бро, из всех тысячи человек, я отвечу именно тебе. И, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою сопрем-банду. Ведь перед ним и сопрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что, бро, решай, либо быть с нами, либо быть под нами. Под всей сопрем-бандой. Как видите, тебе там нехорошо, поэтому лучше подписаться, чтобы быть с нами. И, бро, вот комменты из-под прошлого видео. Господи, ты, вглядись, какие они шикарные. Реально, это просто, ммм, какие-то крутые комменты. И, бро, не расстраивайся, ты тоже имеешься по следующее видео. Всего то, что тебе стоит, нажать на лайк, колокольчик, а затем написать свой комментарий. И если по твоим комментариям не будет никаких комментариев, то ты попадаешь в следующее видео. Да-да, бро, вот такой вот простенький билет ко мне в видео. Но обязательно лайки, колокольчик, ведь я проверю. У меня есть программа, которая позволяет это проверить. Поэтому без лайка и колокола ты не попадаешь в следующее видео. Жми, делай всё. Такой вот простенький билет ко мне в видео. А оставайся таким же шикарным, бро. Пока!